Всем привет! Сегодня 27 сентября, Московская область. Я продолжаю подготовку теплицы к следующему сезону. Я уже ранее говорила, что мою, обрабатываю теплицу обязательно с осени. Весной максимум, что я делаю, это еще раз промываю теплицу, она у меня стеклянная, из керхера, простой чистой водой, и проливаю почву бактериями, но это когда уже установится положительная температура воздуха. Эта теплица, я уже сказала, стеклянная. Здесь у меня выращивались только высокорослые сортовые томаты. И сейчас я хочу вкратце рассказать, что делаю. Как видите, всю ботву томатов я убрала и сожгла. В этом году в Московской области были большие температурные перепады воздуха, то холодно, то очень жарко, и у меня появился здесь кладоспариоз. Поэтому я помидоры сняла пораньше и быстренько, быстренько, очень аккуратно вынесла отсюда всю ботву. Пришлось мне также в грядках снять верхний слой земли, а это около 5 см. Я ее вынесла и занесла новую. Обычно внутренние стены стеклянной теплицы я промывала мыльным раствором хозяйственного мыла, и затем это все смывала под большим напором простой воды из керхера. Но так как в этом году у меня кладоспариоз, поэтому я решила использовать доместос. Это литровая бутылка. Вот на одну теплицу у меня ушло пол-литра. Взяла емкость, в данном случае у меня это корыто, растворила там доместос. Использовать можно швабрус и с микрофиброй, что очень удобно, удачно моются стекла. Можно взять и такую щетку, но чтобы ворсинки были мягкие, не шкарябать стекло. Все промыла. Она у меня постояла еще, наверное, пару часиков, и уже под напором воды из керхера я смыла весь этот раствор. И сейчас все грядки, а у меня в теплице их 3 штуки, я пролью простой водой. В каждую грядочку у меня уйдет примерно по 10 леек. Грунт менялся уже, наверное, дня 3 или 4 назад, поэтому успею подсохнуть. И прежде чем работать с бактериями, мне нужно, чтобы грудь был влажный. И так, грядки я пролила. Но я не стала бегать с лейками, поэтому включила водопроводную воду, подсоединила шланг и очень-очень хорошо проливала я не только эти 3 грядки, но и междуряди. Потому что, работая с бактериями, земля должна быть обязательно влажной. Накануне растворила бактерии, использую я сияние номер 1. Здесь очень легкая и доступная инструкция, поэтому пользуйтесь инструкцией. Получила 2 полулитровых баночки маточного раствора. Этих 2 банок мне хватит, чтобы получить 10 10-литровых леек с этим раствором. И мне как раз 10 леек хватит, чтобы пролить именно грядки. В междурядье я буду использовать фитоспорин. Здесь маточный раствор, я разбавляю 5-6 столовых ложек на 10-литровую лейку. Грядки я пролила раствором сияния номер 1. Междурядье раствором фитоспорина я еще не проливала. Это я буду делать в самом конце. И остается мне только накрыть пролитые бактериями грядки тем, что у вас есть. В данном случае это толстые полипропиленовые мешки. Я накрывала также черным укрывным материалом, толстым картоном. Выбрала в этот раз мешки, потому что они дольше держат влагу. Черный укрывной материал, дышащий, тоже быстрее земля сохнет. А картон нужно тоже постоянно смачивать, чтобы создать вот эту влажность. Работая с бактериями, это конечно живой микроорганизм. Он нуждается, чтобы было влажно, чтобы было тепло и темно. Поэтому создаем для этого условия. Но даже под мешками земля в любом случае сохнет. Поэтому нужно периодически открывать и смотреть, что у вас вообще там творится. Я также очень люблю использовать сидираты. Каждый раз высевала белую горчицу. Я ее приготовила, у меня целый килограмм. Но в этом году высевать не буду, потому что через 3 дня мы уезжаем в отпуск в санаторий отдыхать. Поэтому просто посеять на сухую землю и клочками, чтобы у меня здесь все взошло, это тоже не дело. Поэтому после посева нужно поливать, поливать и поливать, чтобы наросла красивая, хорошая зеленая масса. Так как нас не будет, делать это будет некому. Поэтому еще более доступный вариант обработки теплицы. Работаю с бактериями. В принципе, я с бактериями работаю всегда. Кто смотрит мой канал, знает, что я за органической земледелией. Я не принимаю, не применяю и не принимаю вообще никаких минеральных удобрений. Ничего не лью в почву. Да, я использую химические препараты от заболеваний. Потому что в наше время без них вообще никак. Ни одни народные сейчас средства ничего не работают при сейчас заболеваниях, которые болеют наши с вами растения. Но в почву я ничего не лью. Это для меня принципиально. И я никого не осуждаю, кто принимает и применяет минеральные удобрения. Я использую биогумус при высадке, при подкормке биогумус. Биогумус у меня домашний. Его создают мои черви-старатели. Они вообще молодцы. Мне надо после отпуска заснять своих червячков, показать, что и как напомнить. Хотя эта тема биогумус, обретение зеленого пальца особо никому не интересна. Вот по просмотрам видео. Хотя было несколько людей, которые мне писались, с которыми мы переписывались по поводу получения биогумусов в домашних условиях. Так, все. Сейчас моя задача закрыть эти еще две грядки. И в самом уже в конце я пролью между ряде все дорожки раствором фитоспорина. Итак, томатная теплица к следующему сезону у меня готова. У меня еще одна стеклянная теплица. Это перечная огуречная. Здесь на бардак не смотрите. Это я на днях вырывала всю ботву кабачков. Собрала все кабачки. И сегодня-завтра нужно мне убрать все это до отъезда. Вот насчет этой теплицы. Жалко мне стало убирать перец, потому что перца еще очень много. Да, он краснеет сейчас очень медленно. Но он есть его много. Вот сегодня собрала 2 килограмма. Приготовила из сладкого перца с чесноком закуску острую. Очень вкусно получается. У меня там и очень много сортов базилика. Цветет. Я жду, чтобы семена созрели. Там и кинза, и листья салата, и капуста пакчой, укроп. В общем, чего только нету. И вот сейчас это все убрать мне жалко. Поэтому я уже в конце октября приеду с отдыха. И уже уберу оттуда все. И также ее помою, подготовлю к следующему сезону. Также вам прям быстро расскажу, что подготовила 2 недели назад землю на следующий год для посадок. Вот приготовила 5 мешков. Вот думаю, не мало ли. Возможно, что еще мешка 2 я, наверное, сделаю земле. Эта земля у меня конкретно для уже рассады, которую я пикирую. То есть в эту землю я не сею. Вот такая земля получается. Это уже после пикировки, когда я рассаживаю рассаду по рассадным пакетам. Как видите, она тоже влажная. Я ее в мешки такие хрустящие, плотные, которые достаточно хорошо держат влагу. Вот так закрываю. Это сейчас открыла вам показать. И готовлю обязательно землю. Я землю уже, я не знаю, сколько лет, но лет 5, наверное, для рассады не покупаю. Я ее готовлю сама. Здесь нет никаких минеральных удобрений. И торф, который я использую при приготовлении этой земли, агробалт, он без добавления минеральных удобрений. Так, значит, наверное, еще 2 мешка сделаю перед отъездом. И такой момент, я семена высеваю. В этом году я пробовала, когда высевала, и мне очень понравилось. Я использую торф, агробалт, и смешиваю его с биогумусом. Биогумус свой, который производят червесторатели. Вот я соединяю торф с биогумусом, использую его чуть меньше, чем торф. Допустим, 50%, нет, 70% торфа и 30% биогумуса. Я это смешиваю, и в эту почвосмесь, если можно так сказать, я высеваю семена. После того, как рассаду я пикирую, я уже пикирую вот в эту землю. Эта земля также пролита бактериями. Как я уже вам показала, она влажная. Ее влажность нужно поддерживать, чтобы бактерии работали, работали и работали. Если я вот так периодически открываю мешок, смотрю, земля влажная, все хорошо, обратно закрыла. Вижу, что подсохла, я, конечно, ее также опять бактериями проливаю, смачиваю, чтобы влажность постоянно присутствовала. Здесь же она в теплице у меня промерзает, и уже по надобности, по мешку, допустим, я ее заношу, она отмерзает, и я уже высаживаю рассаду, пикирую по рассадным пакетам. Ну, в общем, как-то вот так кратко хотелось вам рассказать, что если вы готовите землю сами, готовьте ее уже сейчас, потому что бактерии должны перед тем, как уйти в холод, они должны, конечно, с землей поработать, поэтому дайте им это сделать. Вот, в принципе, и все, что я сегодня вам хотела показать. Я вам желаю всего самого хорошего, и всем пока!